посмотрели без негатива все так ну чё я вывожу экран значит такая ситуация значит мы сейчас находимся в дискорде как раз нашего проекта еще я бы хотел наверно начать принципе с того когда в принципе уже привет зайка привет всем зайкам чё молчим блять алой я же вам вопрос задал нет смотри небольшую ремарку нужно внести пацанам которые думают то чтобы кучу кучу времени этот проект делался там куча всего будет нет это mtp сейчас проект на стадии того чтобы просто можно туда зайти отследить есть какие-то краши новых нововведений вы пока не ждите это збт нововведения будут они готовы все все документы прописаны все есть но этого пока не будет сейчас будет что мы же не собираемся мы же не собираемся сейчас народу пока что збт выдавать это же збт я бы сказал да сейчас условно по есть пул очень людей к другу тестировать до нагиб изначально мы собирались запустить админов чтобы это самый первый так сказать бета-теста будет только админы в целом больше ничего рассказывать ну и все давайте пока ребят пойдем устанавливаете тему на короче дизайновое решение где дизайнера ломовой какой вот он тут дизайновое решение блять мы будем менять потом соответственно очевидно что мы будем это менять значит так скажем прямо давай малой кем вдохновлялись почему дизайн такой кем вдохновлялись ты никем не давай лучше я давай давай да вы блять и сами пикайте вопросы я могу ну короче я быстрее это просто сделаю смотрите предыдущий дизайнер который у нас был по сути а-ля бесплатный можно так сказать он бесплатный был ну по сути он короче чипа вдохновение от многих других серверов ну типа так все на самом делают но больше всего он видимо отталкивался от рд джа потому что мы когда посмотрели и сравнили с текущими их интерфейсами которые у них есть мы увидели прям дикое сходство у него спросили типа он сказал да типа такие есть и проблема текущего дизайна типа ну на самом деле я не совсем вижу почему именно он похож на наверно потому что я не совсем слежу за другими серверами люди говорят то что большое сходство это потому что текущий дизайнер он берет за основу предыдущий дизайн потому что если бы мы сейчас начали прям все с нуля переделать это бы затянулось еще на довольно долгое время поэтому сейчас вот такая вот ситуация но в итоге мы это будем не сразу не постепенно менять кстати ответь на вопрос по типу того что многие начали пиздеть что это же блять спижен и редэйдж а ну тут я на этот вопрос не могу ответить потому что люди которые не играли на проекте не видели функционала что там вообще происходит я не понимаю с чего они вообще могут отобрать ну типа видимо они увидели сходство в интерфейсе и только поэтому у них возникла такая мысль но теперь у нас как бы между собой у всех шутка что у нас основа редага все как бы можете не спрашивать только тём давай шутками все потому что на шутка да у него впечатление сложилось то что вы не шутите дакалом и не собираемся доказывать что-то блять типа я говорю сразу мы нацелены на новую аудиторию они на аудиторию ебланов избалованных блять которые сидят донатить в хуёвые проекты блять покупаете машины блять сидят и выёбываются принципе у нас очень жесткие правила если бы вы заходили на форум и читали их там пиздец жесть ебаная то есть наказание вообще лютое еще раз говорю будет вообще жопа полная душиловка будет прям лютое долбоёбов на проекте я блять у себя не потерплю многие начали кидать там блять типа аля смотрите как блять братишкин играл до этого например вы не путайте блять владеть проектом и не вмешиваться в игровой процесс и плазар плата блять платят за рекламу например тебе и ты творишь что угодно блять с админкой то есть это немножко разные вещи блять не путайте одно дело ради контента это делать другое дело когда ты блять застроишь свой проект и на своем проекте ты будешь блять ну условно у меня будут админ будни да соответственно я буду блять сидеть подрубать банить ебанатов вообще спокойно нахуй вот просто без озарения совести блять чел проебался чел получил бан мне похую он забанен все амнистия блять иди решай вопрос на форуме блять как все остальные люди то есть блять жесть будет полная я не хочу блять чтобы у меня было бы по типу катание на машинке блять какой-то блять упрекли лучше какого не будет да у какой-то упг блять которые сидят друг друга хуи сосят не-не-не-не спасибо блять это проект в моем понимании на 1000 слотов должен происходить немножко по-другому и выглядеть должен по-другому абсолютно эти перебью теники видно вдруг сейчас чего зайдет банк города да сейчас обрежу есть что говорите чё блять я сказал то что типа от збт не следует ожидать каких-то киллер фич они будут еще раз повторюсь они будут они уже проработаны документация на все фишки а уникальные у нас дети у нас будут конечно же типа низ еще раз говорю данном случае обложка дизайн мы потом переделаем еще раз у нас есть наработки условно задача была в чем потому что блять я вам уже два года блять и допишу что у нас будет проект и вот мы уже подходим к на по-настоящему финишный прямой нежели блять что вам пиздел полтора года нужно было побыстрее как-то выкатываться и соответственно мы все блять это в темпе блять скоростном хуярили хуярили и вот что выходит сейчас бы это пройдет начнутся обновлений там блять его ебать охуеете потом идеи свои идеи свои есть спасибо это гвину за идеи потому что это гений я считаю ждите что у нас будут пиздить большинство идей то есть одно дело да прикольно там есть проекты с пиздатыми для вырвиглазными какими-то блять дизайнами никому нахуй сратыми ненужными блять придерживаюсь минимализма то есть реально придерживаюсь минимализма чтобы блять прикольно на самом деле выкатить дизайн и все такие вау дизайн охуенный бля я буду тут играть но хуяном это не блять не учитываешь первый функционал ты не учитываешь администрацию это кстати основа и не учитываешь лидеров которые будут стоять основа всего сервера это не блять гуишки это это не дизайн лучше это не дизайн люди это люди основа любого рп проекта это люди которые там работают и которые там играют это важно запомните блять сервер может быть заебись но админу руководство может быть такой еблан конченый что играть невозможно там именно поэтому многие люди съебываются с проектов это важно да я еблан но считаете руководить именно руководить сервером буду не я понимаете чтобы блять не было ебланов таких как я руководить будет и он будет по шапке выдавать всем остальным так там было четыре вопроса а именно кислот спасибо за рубляку вы сервер делаете шевцовым чё нет блять это разные проект какой из действующих проектов является вашим главным конкурентом да бля в принципе все кто там блять majestic гранды всякие заправка рп да 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 поэтому похуй типа конкуренты все может это радость не конкуренции веб шоу нахуй этот аризона блять неплохой тоже мне нравится так когда крайняя дата подачи заявления на лидерку это я не знаю этого мосгмена нужно спрашивать пока что лидерки открыты да может в группу можете переходить что церковь медиум карт лайт скорее всего будет нихуя не light я тебе сразу скажу будет медиум с упором на хард но в основе будет наверно медиум потому что опять же 1000 слотов это все сложно блять бла 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 с автомобилями блять вопрос на самом деле хороший чё по автомобилям кто у нас расскажет как это все работает и почему нельзя блять ли добавить любую тачку сайта блять потому что на любой тачке сайта есть авторские права вы можно добавлять только те машины которые либо делались под наш проект либо владельцы их разрешают добавлять соответственно у нас комьюнити да соответственно нас кое-какие автомобили будут и на открытии и после также будут активно водиться ведутся переговоры сейчас активно с теми моделлерами кто в блендере хуендере делает охуенно соответственно в будущем ставим на зарплату чуваки будут работать на нас делать модели эксклюзивно для нас почему не можем объясняю двух словах не можем потому что любая работа которая выложена на liberty city на ру фай в gta mods тачка выложена она тоже имеет на себя авторское право за которые тебя могут взгибать и владелец блять рейджа в данном случае да то есть представьте что на примере сам по сам кто-то создал кто-то его блять сделал так дал возможность людям создавать серваки соответственно начальник сам по закрывает серваки если блять авторское право нарушено это правильно поэтому не будет пиженных никаких тачек только свои как то так вот есть какие-то машинки там блять прикольные у нас у нас рутич вытащил там дёрнул красава что-то доделал что-то переделал но если вы умеете блять что-то делать пизда ты в плане дизайнер нам не нужно еще раз говорю тачки конвертировать блять откуда-то переделывать блять охуенно работаете в софте пожалуйста милости просим все это в паблик пишите куда кстати там есть обратная связь у нас паблика блять и нет дискорде есть дискорд у нас все они ребята сидели общались по поводу там очень много народ собралось и такое название да я хуй знает почему типа на названием особо не запаривались но я вам то вот так скажем ну просто блять что понимали по поводу названия названию блять четыре года еще придумывалось когда был у нас команде диктор лова есть помните такого не надо нас каким-то там турецким рп проект право запатентована блять что будьте осуждающими моментами в игре а бан вообще блять жесткий самый просто вот любой рофил блять касательно гендера касательно ну вы поняли я сделаю этот как бы сервак чтобы стримеры блять не ссались понимаете чтобы они не ссались да типа свободы слова блять ребята очнитесь свободы слова нигде нет блять и из америки где это придумали нет я говорю стримеров преимущества никаких не будет блять вот стример зашел он блять пошел с вами работягами будет носить нахуй цемент блять будет сносить цемент до тех пор пока не позволит себе купить там дом блять условно я говорю такого блять не будет нахуй сейчас на многих проектах если стримеров вы смотрите все время ездут на урусах каких-то блять намеренных пиздатых с пиздатыми домами блять будет ноль стримеров похуй будет ноль стримеров поебать поебать вообще я никогда я никогда очко стримеру лизать не буду блять я сам стример я знаю что это такое блять когда тебе админы попу лижут блять я знаю что такое пацаны было блять пройдено нахуй не будет такого блять не нравится пизду и блять и дохуя море море проектов, блядь, где тебе донат насыпят, хуят насыпят, блядь, а потом тебе будут платить, чтобы ты не съебался с проекта, чтобы с собой школьники не ушли, блядь. Пиздец, короче. В рот я ебал такую систему. У меня немножко другое видение на это. Не знаю, что там у Шевцова готовится, у меня просто... Не знаю, чел вообще в GTA 5 РП играл когда-нибудь. Леха Шевцов играл. ХЗ не видел. Джоли Гольф вроде играл. А, ну да, Джоли Гольф или АТП, не помню, кто-то из них, блядь. Вот их там три брата, блядь. Вроде да. Вроде играл, да, но заебись, пацаны. Но у меня, я говорю, я, блядь, как стример на это смотрю. Не знаю, я хочу прям полностью перевернуть что-то, блядь. Пизду, 100 человек, там 50 человек будет играть. Главное, чтобы в кайф было. Главное, чтобы было в кайф. Донат, естественно, будет. Как раньше атмосфера была. Донат, не будем. Вечер, анат, не будем вкручивать рану. Договорю. Мы боремся за атмосферу, чтобы вот было, как раньше, когда мы с Вовы после стримов, час ночи заходили на сервак и просто с пацанами сидели и разговаривали. Обсуждали там что-то там. Мы съездили там, о, вот это классный вид, вот здесь вот там можно это сделать. Вот мы за атмосферу больше топим, а не вот за количество игроков и прочего. По донатам все, понятно? Тебе привилегии будешь давать? Да, на ЗБТ и... А нахуя мне привилегии? Я могу бомжом, блядь, летать в спеках, а вот в чем проблема? Типа, нахуя мне занимать какой-то слот, блядь, на пиздатый дом? Касаемо заявлений на должность лидеров хотелось бы добавить. Заявления будут открыты до этого момента, пока мы не найдем достойных лидеров, то есть ставить кого попало мы не будем. Кстати, поясни, что переговоры это обязательная хуйня составляющая. Многие подумали, что мы, блядь, просто из ЗБТ людей наберем. Это пиздец, это бред, блядь, вы че? Нет, 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 это... У нас открыты заявления. После заявлений будут обзвоны. Соответственно, лидеров мы будем набирать по происшествию обзвонов. То есть будут происходить наборы, будут происходить обзвоны, будут задаваться вопросы, и тех, кто покажет себя лучше всего, мы поставим на должности лидеров. То есть заявления пока открыты, заявления подавайте. Заявлений пока не так уж и много, так что надеемся, что... В скайпе, блядь. В кивипе, нахуй, дядька, ты че, блядь? В ICQ, нахуй? Ой. Короче, показать есть что? Показывать не будем. Вот. Скажу сразу. Не, в смысле... Кое-что можем. Кое-что можем. Ладно, блядь. Покажите, потом продолжим. Я еще хотел добавить насчет войса и насчет осужденки войса. То, что у нас была изначально такая идея, и вообще мы хотим это сделать, то, что войс весь будет обрабатываться, кидаться в сервис, распознаваться, как неправильно сказать. Распознаваться. Распознаваться. Так у Intel выпустили IISH, который в прямом эфире может регулировать, короче, запикивать. Да, но мы будем давать баны таким людям. То есть сразу. Мы когда видим то, что там какое-то плохое слово... Короче, он говорит про систему, которая будет как ВКонтакте голосовых, поняли, расшифровка, типа вот что-то в этом стиле. То есть чел пиздит голосовой, ты открываешь текстом, что он напиздел и читаешь. Не, он имеет в виду нейросеть, которая будет распознавать банворды и запикивать их на лету, типа. Но эти баны уже есть. Ебать, пацаны, ну это что, блядь, вы... Это на какое будущее, блядь, которое, нахуй, в 30-х годах, нужно будет или что? Нет, это уже есть, уже есть. Нихуя же настоящее. Просто у нас есть проблема с получением доступа к данным войса. Да, лансер или какая-то? Да. Мы не можем получить прямой войс. Это надо узнавать. Я на за БТ буду. Я вот не знаю, кстати, политику Гвина. Наверное, ну Гвина надо спрашивать, я смогу стримить за БТ или нет. Наверное, нет. Я не буду стримить за БТ. Ну, первые, где 20 человек условно бегать будут. Первые только админы, вроде. Да, да, да. Ну, я просто думал, что за БТ. А вот за БТ, за БТ. Я думаю, нет. Я думаю, нет. Я не буду стримить в пизду, типа. Подстримим, когда откроемся, типа. Я думаю, так правильнее будет. Сейчас еще показывать, блядь, багов будет море, нахуй. Сейчас народ, блядь, все прикроет, они отработают. И уже, чтобы готовый проект более-менее игровой был, я уже тогда покажу, что как. Сейчас понятно, типа, что народ пишет, вроде багов нет, но как играть начнут, так начнется пиздец. Поэтому обязательно за БТ, для чего делается. Обычно за БТ, знаете, это вот в стиме, блядь, за БТ. Ты такой, ух. Куплю себе, блядь, какой-то, нахуй, бету, блядь, игру, нахуй. Покупаешь за 400 рублей, зашел, все лагает, пердит. Нет. Именно поэтому все закрыто будет. По поводу экономики, там человек спрашивает. Экономика еще... Ну, экономика, она в принципе есть, но ее пока не главное. Мы на новом рейджи открываемся, если что. Это важно. Ихрапа лучше, чем. Второй рейджер. Так, далее. Вопрос. Какая система получения автомобиля? Через приобретение дома, стоянки или без них? Количество мест для автомобиля? Есть как дома, так и паркинги, так и квартиры. Как бы, так что, каждому как понравится, как ему захочется. Нет, ну он условно говорит про то, что можно ли будет, блядь, купить тачку, а ты такой приходишь с деньгами, а у тебя пишут, что у тебя дома нет, иди нахуй. Я думаю, про это. Ну, можно на паркинге купить место. А, это да, бездолго можно. Если в любом месте припаркуешь, то я просто эвакуирую. Мышный такси потом за ней кататься. Показать. Мы готовы. Показывай, блядь. Блядь. Сука. Приготовь. Мы готовы, блядь, да. Чё там? Блядь. Что это, нахуй? Ребят, вот такую тачку можно себе прикрупить, нихуевую, типа. Для неё не нужно транспортное место. Кто едет, покажи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блядь, блядь, я прились ноги. Блядь. Блядь, чё за хуйняло? Ну, примерно системы показаны. Вот чё, как, блядь. Вот, можно видеть, пока что. Они есть. Вот примерно спидометр, чё можно видеть. Слева там, переделывание. Мы переделанные, нет или нет? Этот голод, блядь. Переделываем. будут, да, то есть не смотрите пока, что они кривые. КПФПС заебись, все, блядь. Ну, 60 стабильных вроде как-то. Надо ремарку внести у человека, 750-ая нахуй стоит, блядь. Ну да, он еще и стримбен, блядь. Пиздец. Калянский будет мудрировать. Да, ребят, будет, конечно. Будет владеть, я вам так скажу. Владелец наш, мы решили с ним открыться, блядь. Специально на сервер добавили в продуктовый магазин пиццу с ананасами. Да, да, да. Можете купить, и проект закроется после этого сразу. Ой, блядь, короче, Дем, пиздец. Сшибательно. Бля, прикол, это транспорт, типа, он, бля, ну вот слезь с него. Да, да, да. Ну-ка, слезь с него. Ага, ну-ка, залезь, теперь. Блядь, пиздец какой-то. Он все разменяется. Короче, всякую хуйню увидите на ЗБТ, кто на ЗБТ пойдет. Потом ЗБТ, 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 вот, кто пойдет. Самые первые, это админы, потом игроки, потом уже ЗБТ полностью будет, это тех людей, которые будут у нас получать ключи по сабкам. Обязательно. Пересаживайся, блядь. По сабкам обязательно переделаем. И что в целом? Многие там написали, типа, что, блядь, какие-то преимущества у сабов. Чего, нахуй? Сабы только, блядь, ключи ЗБТ получат. А вот, какие, блядь, преимущества у них. Слайнсер, заспавни какой-нибудь аддер, покажи, как спидометр вообще в целом работает. Так. Надеюсь, у вас не будет, блядь. Ну, что знает. Мы тоже надеемся. Никуя себе, как это, блядь. Бля, круто, что еще показать, а? Ну, едет, пацаны. Да там намного больше чего есть. Вроде, вроде работает, пацаны. Коляска на бензине тоже, бля, нормальная. Ну, а что? Бля, что еще можем показать прикольного? Я бы сказал, что лучше ничего пока что. Ладно, не потому что там, да. Короче, мы проработали над функциями всякими, чтобы было удобнее, например, настройка передвижения чата. Ну, это я могу показать? Да, я думаю. Ну, не смотрите, дизайн убогий, мы его тоже перелисовываем сейчас, поэтому возьми просто, накати прозрачность, там, размер шрифта, прочую хуйню. То есть мы очень много сделали фишек для того, чтобы было юзабилити. Тут прям пиздец, я не знаю, я прям дрочил пиздец. Перенеси его красиво, бля, что это за хуйня. Закинь его в правый край, перри направление там, поменяй. Направление текста. Размер. По поводу ограничений по возрасту на войс, их не будет, но если ты, типа, адекватный. Можешь пищать адекватно. Сделай справа его, блядь, ты заебал, въебаный в рот. Алло, Лансер. Как удобно, мне так удобно. Мне удобно справа, сделай удобно справа, блядь. Мне так удобно, да, вот так. Ничего не у нас. Ебанутый, блядь. Сразу тогировку. Бля, пацаны, хороших у него спрашивать, типа, все, я думаю, в принципе, ждем дальше. Паблик вам скидывали в этот самый. Блядь. Работок еще много, идей много. Доната, еще раз говорю, доната, блядь, не будет. Вообще никак. Смотрю уже два года. А сейчас только два месяца. Сейчас, 7-7. Я вас не буду. Естественно, проект не должен минус работать, очевидно. Донат будет, но не будет такой вот прям обдираловка, ебаный. Как на многих проектах. Блядь, крутая тачка, вот иди, донать, блядь, там еще что-то будем перераскивать. 12 тысяч, блядь. Пиздец. На самом деле, может быть, может быть, показать инвентарь все-таки. Ну, инвентарь, блядь, синий, тоже привез. Сейчас там вообще-то, что-то спрашивают, будет или не будет. Имеется в виду, что на ЗБТ его не будет, на полноценном открытии уже донат будет. Лассер, закинь аптечку. Ну. А, дай там медкит. По-передатски кинем его в этот, ну, типа, за границу выкинь на землю. За границу выкинь. Ну вот. Подбери, использовать, окраска, по-нету. Чё ты пальцем тыкаешь, блядь? А тут проблема. Бля, у этого, башка пропала, нахуй. Что ты делаешь, блядь? Возьми аптечку, долбоёб. Я её не могу взять, тут проблема у меня. Всё, закрываемся, блядь. А, джамодис я отключил. Молодец. Решил показать, как аптечку. Ой, блядь. Я так хотел автосалон показать, ну, бля. Так можно же, Джафар. Там же он есть. Ну... Да? Подожди, я хоть что-то проверю сейчас. Ну, типа, ты зайдёшь сам его поднимать, что он работал. Воль, лазер, блядь. Типа это же не сервер твич. Одну секунду. Делайте больше как функцию, чтоб если человек не хочет такое слушать, он отключает. Так, блядь, отключать это прикольно, блядь. К сожалению, отключение, оно... Повлечёт за собой ряд проблем. То есть ты, блядь, понятно, что есть, как на многих проектах, ограничения по левелу, это хуйня всё. А я, может, и сделаю, не знаю. Что именно? По войсу, типа, говорят, что нахуя, типа, так делать, когда можно просто ограничение... Ну, будет это, и ещё плюс дополнительным хотим сделать защиту, да. Давай, блядь, хуярь в автосалон, блядь. Давай. Сейчас Джафар покажет. Что, включаешь? Да, сейчас включаю. Вот не пали только, блядь. Ну, кстати, давай-ка я закрою его. Что, могу включать? Корона, блядь. А, да, кстати, у меня... Спринт не работает, потому что водички не хватает. Сори. А, ну да, кстати, у меня-то всё нормально на сборке, поэтому всё как бы поднимается, опускается, вот. Так. Такс. Хуя. Он баллёбаный, блядь. Блядь. Пацаны, у нас... Бери нахуй этот чебурек. У нас есть прототип, кстати, неплохой тачки, который не чебурек, а оригинал, блядь. Вот так вот, нахуй. Есть. Поехали тестировать, блядь. А? Тут, на самом деле, сейчас будет выход из тачки, но тут чуть-чуть не доделано, но... Примерно так будет выглядеть. Ну, вроде норм. Ой. Зачи, резюмер. Ну, всё. Показал. Ну всё, ребят, а тест-драйв убивает. И такие ошибки бывают. Вот поэтому... Не бывает. В принципе, в принципе, так, автосалон. Многие фичи, я думаю, сами уже увидите потом. Дизайнер у нас пизды получил. Хапал, блядь, от всех. Кому там дизайн не понравился. В основном, кстати, кому дизайн не понравился, там люди, блядь, школу даже в первый класс не пошли. Но уже эксперты в области, блядь, комментирования. Будет ли оптимизация интерфейс под любое разрешение экрана? Ну-ка, Тёма. Да, кстати, это хороший вопрос. Потому что на данный момент у нас... Я точно знаю, что у нас хорошо на Full HD смотрится. Более-менее хорошо Вася на 2К смотрится. Да, на 4К, к сожалению, я не видел, как это выглядит. Но на данный момент нет у нас никакого адаптива. Всё пока что сделано минимум под 1024 на 768 разрешение. Но, скорее всего... Блядь, ну я хуй знает, кстати, кто будет играть с нижим разрешением, типа. А тут вопрос в другом. Тут вопрос в том, что люди, скорее всего, с большим разрешением. У них, скорее всего, возможно, будут проблемы. Там 4К, 8К. Ну если кто-то тоже с этим будет играть. 4К, да? Ну, короче, тема вся в том, что на самом деле этот момент будет всё равно так или иначе переделываться. Либо просто перевёрстывание это всё под адаптивный вид. Либо есть у меня небольшая наработка интересной системы скалирования интерфейса. Ну, то есть масштабирование. По, например, ну, по ползунку. То есть человек сможет размер интерфейса себе отрегулировать так, как он захочет. Если это так, как я представляю, сработает, значит адаптив никакой не нужен. Можно будет оставить всё как есть, и это будет выглядеть охуенно. Я надеюсь, что именно так и получится. Ну, на 4К типа попросили. Типа многие играют, пишут. То есть вот на 4К надо сделать. 8К никого. А у них случайно... Ну, вот, неважно. Так, вопрос по поводу администрации был. У нас администрация же набрана уже, примерно. Ну, администрация, только есть некоторые стартовые люди. Позже всё равно, позже уже. Не на время... Не до ЗБТ, на которой будут только админы иметь доступ. То есть позже ещё будут открыты заявки уже. Вы сможете тоже подать. Вов, переручись, пожалуйста, на другую демку с меня. Нужно вырубить, я просто не помню, что у меня там открыто. Блядь. Включился? Ебать. Могу себя включить. Да нахуй иди. В смысле? Там же... Блядь, короче. Те функции будем вводить постепенно. Следить за сообществом. Вот, я как бы думаю, всё рассказал. Чё как? Типа... Блядь, просто там дальше уже вопрос какие-то, ебать. Дрит, будет? Система штрафа будет, блядь? У нас там ПД жёсткая хуйня, хуяна сделана. Правда, всё равно все будут хуесосить полицейских, блядь. Дефолт. Где-то, конечно, будет. Так, вопрос... Передвижение элементов чат-инвентарь и т.д. Будет ли свободным? Да. Я бы поправил, потому что... Ну, мы не знаю, что мы всё сделаем, но... Я вот в этом плане не уверен, что мы всё сделаем, потому что... Тут вопрос... Смотри, смотри, тут вопрос... А коляска будет доступна всем, или это личный транспорт лансера? Блядь. Ой, фу, блядь. Мадара, кстати, донатит, слышь, лансер? Записал. Увидимся на проекте. Чего говорил, Тём? Да, по поводу переноса... Точнее, перетаскивания элементов интерфейса. Система эта готова, она работает охуенно. И любой интерфейс на неё... Ну, сделать, чтобы любой интерфейс можно перетаскивать, это вопрос одной минуты. Но вопрос в том, насколько нужно каждое окно делать, перетаскиваем. Потому что есть такие окна, на которых ты хочешь сфокусировать внимание человека, и чтобы у него было, например, точно по центру, и никак иначе. И, ну, этот вопрос, на самом деле, мы, наверное, будем ещё решать всем стаком, потому что... Ну, не совсем понятно. Ну, на самом деле, сделать не проблема вообще. Такие дела. По поводу наполнения города спрашивают. Ребята, это реализовано только на одном проекте. На проекте NoPixel. Это чувак, который раньше занимался армой, делал под неё гуишки, юишки, серваки. Но три года назад перешёл на GTA. И у неё сейчас открылся свой проект, на котором там XPC играет. Идёт трафик. Трафик, мы открываемся на Rage MP, а не на 5M. На 5M, если я не путаю, это уже встроено. На Rage такого нет. Но это можно реализовать, в принципе. Да нахуя, типа? Ну, я таким же вопросом задаюсь. Я тоже не понимаю, что это смысл. Ну, как бы наполнение города. Да нахуй и надо. Так, всё, пошёл я, давайте. Давай. Давайте, пилюкайте дальше, блядь.